Краткие жития 40 мучеников севастийских. Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воинов-христиан, родом из Каппадокии, ныне это территория Турции. Военачальник Агриколай принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались. Тогда воинов арестовали и связанными повели к озеру близ города Севастии. Стояла зима, вечерела. Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом озеро. Страшная стужа сковала члены святых мучеников, и они начали замерзать. Мучение это было для них особенно тяжелым, потому что на берегу озера для соблазна была поставлена теплая баня. Кто хотел спасти свою жизнь, должен был заявить тюремному сторожу, что он отрекся от Христа, и тогда он мог войти в теплую баню и отогреться. Всю ночь воины мужественно переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя священные гимны Богу. Ранним утром один из воинов не выдержал страданий. Он вышел из озера и поспешил к бане. Но как только теплый воздух коснулся его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого тюремный сторож Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет. Аглай был так потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с себя одежду и присоединился к тридцати девяти мученикам. Мучители, пришедшие немного спустя, увидели, что воины-христиане не только не замерзли, но, по-видимому, даже отогрелись. Тогда мучители молотками перебили им голени и побросали в огонь. А потом обуглененные кости мучеников сбросили в реку. Через три дня мученики явились епископу Севастийскому Петру и рассказали о своем подвиге. Петр собрал их кости и с честью похоронил. Мученики Севастийские, молите Бога о нас, грешных!